Слава Богу! Хорошо быть в Доме Божьем. Можно присаживаться, занимать места. На протяжении этой недели мы всей Церковью молились о том, чтобы нам быть святыми, чтобы нам знать лицо Господа, чтобы нам видеть Его, чтобы наша одежда была чиста, бела. И Церковь Божия сегодня была на самом деле свята. Я верю, что каждый из нас имел это молитвенное время, когда мы могли приближаться к нашему Богу, и вместе мы достигали этого. И мы понимаем, что молитва за такую тему – не такое простое дело. Потому что, когда мы начинаем молиться, наверняка многие начинают в молитве думать о ком-то, кто нуждается в освящении, о ком-то, кто нуждается в святости. Но я верю, что если мы в молитве продолжаем искать этого, то Дух Святой начинает говорить и в наше сердце. И мы начинаем понимать, что и у нас далеко неправильно, все далеко не так, как должно быть. И мы понимаем, что мы молимся за себя в первую очередь. В прошлое воскресенье также звучало слово на эту тему. И как-то даже слушая это слово, я так словил себя на мысли, что часто, когда мы слышим такое слово, то мы думаем, о, как хорошо, что такую тему служитель поднял. Это так надо вот тому брату или вот той сестре, жалко, что ее нет. Бывает такое, правда. И я понимаю, что Дух Святой говорит прежде всего к нам. Когда с этой сцены звучит какое-то слово, то прежде всего оно направлено в наше сердце. И пускай сегодня также наше сердце будет способно услышать, что говорит Бог. Давайте откроем Библию, послание Иакова, 4 главу, и прочтем несколько стихов. Послание Иакова, 4 глава, с 4 стиха. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Аминь. Сегодня я хочу с вами делиться таким словом, которое я назвал «приблизьтесь к Богу» и приблизиться к вам. Это место, которое мы прочли, адресовано Церкви Божией. Это не адресовано людям, не верующим, не знающим Его, но апостол Иаков пишет это людям, которые знают Господа. И сегодня это слово обращено к нам. И когда я этот текст Священного Писания как-то так положил в своем сердце читать, и вот эти первые два слова, они так режут слух, согласитесь, «прелюбодей и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И нужно понимать, что здесь, в этом контексте эти слова, они не обозначают блудников в прямом смысле слова. Такими словами Бог через Своих пророков в Ветхом Завете часто, к сожалению, часто называл Свой народ, «Когда они ходили блудно вслед других богов», Он говорил, что «вы такие, вы изменили Мне, вы неверны Мне». И сегодня это слово, оно звучит к нам в наши сердца. И Бог говорит, «или вы не знаете, что до ревности любит Дух, живущий в вас?» Этот призыв, который звучит в конце этого текста, который мы читали, «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Я хочу, чтобы он сейчас звучал в наше сердце, чтобы мы рассуждали на эту тему. Что значит «приблизиться к Богу?» Что значат эти слова? Что стоит за этим словом? Когда мы понимаем, что Писание ясно и конкретно нас призывает порой к простым вещам, которые мы должны делать, но почему-то не делаем. Это конкретное обличение к нам от Духа Святого. И, возможно, это слово где-то будет таким. Но я думаю, что когда мы все вместе молились на этой неделе за то, чтобы нам быть святыми, за то, чтобы нам быть чистыми, за то, чтобы нам приблизиться к нашему Богу, я верю, что это слово, оно будет производить свою работу в наших сердцах. Я не исключаю себя и понимаю, что все мы находимся в разном состоянии. И, наверное, кто-то ближе к Богу, кто-то дальше. Но, опять же, я понимаю, что даже самый-самый святой написано в Библии, что должен делать? Освящаться еще. Поэтому неважно, сколько мы в церкви, или мы только пришли, или, может быть, мы уже 50 лет верующие. Неважно, какой у нас статус духовный. Я верю, что Бог сегодня говорит ко всем нам. И я понимаю, что эти слова для кого-то просто звук. Может быть, мы не вникали никогда в них. Но я хочу, чтобы мы сегодня вникли. Итак, что же значит приблизиться к Богу? Что Бог говорит сделать? Если мы с вами посещаем каждое воскресное служение, приходим сюда, сидим ровненько два часа, и потом уходим домой. Скажите, можно ли это назвать приближение к Богу? Если кто-то делает первые шаги за Богом, возможно, недавно покаялся, я понимаю, что наверняка да. Это достаточно серьезный шаг. Если кто-то никогда не ходил в церковь, он принял решение, что я буду это делать, я думаю, что он приближается к Богу. Но если мы с вами уже достаточно долгое время в вере, если мы претендуем на то, что мы рожденные свыше христиане, что мы знаем Его, знаем лично Бога, мы крещены Духом Святым, скажите, можно ли просто посещение служений назвать приближение к Богу? Я думаю, нет. Это слишком мало. Я понимаю, что Бог сегодня говорит каждому из нас, как давно, просто остановитесь в своих мыслях сейчас и оцените, как давно вы реально переживали Божье присутствие в своей жизни? Было ли это когда-либо у вас? Если да, то как давно это было? Как давно у вас было такое состояние, когда вы действительно, наполнившись Духом Божиим, стояли в Его присутствии и понимали, что Бог здесь, Он близко, Он касается меня, Он работает с моим сердцем, и кажется, вот я просто протяну руку, я прикоснусь к Нему. Это такое состояние, которое ни на что не хочется променять, из которого не хочется выходить, которым хочется быть, быть и быть. Как давно это было в вашей жизни? Может быть, у кого-то месяц назад, может, у кого-то год, а может, у кого-то 10 лет назад, я не знаю. Я не оцениваю никого. Каждый заглянем, давайте, в наше сердце и оценим свое положение перед Богом. Как близко и далеко или далеко мы стоим от Господа. И нуждаемся ли мы в том, чтобы приблизиться к Нему? Если мы хотим сегодня переживать Бога, если мы хотим, чтобы Он приблизился к нам, если мы хотим сегодня быть в Его присутствии, написано это простое слово, приблизьтесь к Богу. Сначала нужно сделать что-то нам. В начале служения мы слышали это обращение Слова Бога к нам. Если мы хотим, чтобы Бог наполнил нас, что нам нужно сделать? Открыть уста. Если я не делаю это, то и второе не произойдет. И здесь написано, Бог приблизится, Он не оставит нас в стороне. Но первое, что нужно сделать, нам приблизиться к Нему. Однажды в молодежный лагерь приехал служитель, и он проповедовал, и потом как-то в середине проповеди своей он задал вопрос. Скажите, кто из вас крещен Духом Святым? И знаете, почти все подняли руки свои. Там, за исключением нескольких человек, все были крещены Духом Святым. И тогда через небольшую паузу он задал второй вопрос. Скажите, а кто из вас, имея крещение Духом Святым, регулярно исполняется Духом Святым? И знаете, что подняли только несколько человек руки? Это достаточно серьезный вызов. И я понимаю, что это не только о молодежи. Каждый из нас сегодня может находиться в таком состоянии. И я понимаю, что каждому из нас сегодня где-то бросается этот вызов. Скажи, в каком состоянии твое сердце? И как давно ты реально был в Божьем присутствии? Переживаешь ли ты что-то, стоя на служении? Или просто все проходит мимо тебя? Может быть, ты уже давным-давно забыл, что такое посещение Божье во время прославления, во время поклонения? Может, ты просто стоишь, и ты поешь эти песни, которые высвечивают на экране? А может, ты не поешь уже, просто стоишь руку в кармане и рассматриваешь окружающих людей? И думаешь, что даже те, кто наполняется Духом Божьим, ты думаешь, а они лицемеры? Я понимаю, что наверняка есть и такие люди. Наверняка есть кто-то, кто научился это делать, научился вовремя закрывать глаза, поднимать руку, делать правильное выражение лица, когда надо говорить Аллилуйя, когда надо говорить Слава Богу. Я думаю, что есть и такие, к сожалению, люди. Но я думаю, что Бог сегодня на этом месте ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине. И, дорогой друг, если ты понимаешь, что сегодня это слово к тебе, к твоему сердцу, и нужно что-то исправить, и Бог далековато отстоит от тебя, то это значит, что нужно приблизиться к Нему. Что-то сделать в своей жизни для того, чтобы найти Его. И что-то сделать, это не значит просто продолжить ходить в церковь. Это значит сделать что-то большее, чего ты не делал вчера и третьего дня. Или, может быть, то, что ты делал когда-то, оно перестал делать. Может быть, это было, когда ты переживал эти мгновения, и ты понимал, что это то, что нужно моему сердцу. Это то, что наполняет меня смыслом, мою жизнь. Если ты это потерял, то сегодня есть время исправить это в своей жизни. Я понимаю, что можно очень много пунктов назвать, что мы можем и должны сделать для того, чтобы найти Бога, для того, чтобы приблизиться к Нему. Я буду говорить о простых вещах. И, скажем, каких-то два таких пункта я назову. Об одном, может быть, чуть больше скажу, об одном чуть меньше. И первое, что я хочу сказать, что в нашей жизни главное должно стать главным. Главное должно стать главным. Если мы понимаем, что в нашей жизни какие-то вещи далеко не главные стали на первое место, мы должны сдвинуть их оттуда. Если мы понимаем, что то, что на самом деле важно, то, что вечно, почему-то в нашей жизни заняло второе или третье или десятое место, мы должны вернуть это и поставить вещи на свои места. Давайте откроем Матфея 6 главу и прочтем 33 стих. Там написаны такие слова. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Друзья, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится к вам. Кто из нас не знает этот стих? Скажите, зная Его, до конца ли Его мы исполняем? Действительно ли в нашей жизни на первом месте стоит поиск Божьего Царства? Стоит поиск Бога? Ищем ли мы Его? Действительно ли это так? Можем ли мы поставить сегодня на первое место то, что не вечно, то, что временно, то, что приходящее? И мы понимаем, что ценности этого мира на самом деле вовсе не ценности. Они не важны. Если мы сегодня рожденные свыше христиане, претендующие на то, что мы знаем Бога, претендующие на спасение, знающие, что земля и все дела на ней сгорят, если мы сегодня не ищем Бога и не ставим Его на первое место в нашей жизни, скажите, можем ли мы называться таким званием? Как далеко сегодня мы отошли от тех стандартов, которые Бог ставит для нас? Если мы понимаем, что Бог есть Творец Вселенной, написано, Он начальник жизни, в Его руках рычаги всевлияния, в Его руке сила и власть, в Его руке могущество. И если мы понимаем это, то скажите, почему мы не ищем Его так, как должно? Мы ищем каких-то вещей земных, мы ищем людей, мы ищем чего-то приходящего, но мы забыли о том, у кого есть все необходимое для нашей жизни, кто есть начало всех начал, кто есть начало и конец нашей жизни, кто есть тот, ради кого мы, собственно, и живем на этой земле и в чье царство стремимся попасть. Если мы забыли это, друзья, скажите, не стоит ли нам что-то пересмотреть? Раньше, когда были достаточно суровые времена, возможно, времена гонений, человек, который каялся, ему было намного проще идти за Богом, чем сейчас. Как это не кажется странным? Тогда, как только человек принимал решение, что я буду верующим, я буду христианином, общество автоматически отрекалось от него. Оно говорило, мы не хотим тебя знать, ты не наш. Мы не хотим иметь ничего общего с тобой. Ты предал нас, ты предал партию, ты предал ценности, которыми живет это общество. И этот человек, окождавшись отвергнутым в обществе, он сам шел и искал постоянно христианского общества, потому что у них не было других возможностей найти дружбу, найти знакомство, а человек в этом нуждается. И люди попадали в эти христианские общения, они молились, они были в служениях постоянно, и, конечно же, находясь в этом костре, они не могли не загореться, люди загорались, они горели для Бога, они пылали, они сами проповедовали, они куда-то ехали, проповедовали, и так происходило, но сегодня не так. Когда сегодня мы с вами, большинство, пришли к Богу уже после этого времени, мы понимаем, что бывало какое-то время, когда кто-то нас не принимал, может быть, гнал, но сегодня я понимаю, что люди смотрят на это так, сквозь пальцы, они, а, верующий стал. Ну, ладно, каких только чудаков сегодня не бывает. Ну, верующий так, верующий, ну, только в свою секту нас не зови, а так, ну, будь верующим, пожалуйста, общайся с нами, может быть, даже нашим другом. И люди соглашаются на это, и они идут на компромисс. Но Писание ясно и четко говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. И, конечно, в этом месте Священного Писания не написано о людях, это не люди имеются в виду, что дружба с людьми это грех. Но дружба именно с миром, то есть с теми понятиями, которыми живет этот мир, с теми ценностями, которыми сегодня живет этот мир. Если для нас это важно, если нам это нравится, если мы живем этим и этим восхищаемся где-то, то Писание говорит, это вражда против Бога. Невозможно совместить то и другое. И сегодня, если мы понимаем, что что-то имеет ценность в глазах Божьих, и мы этого не достигаем, то что-то не так в нашей жизни. Если сегодня для нас важны ценности этого мира и не так важны ценности Божьи. Иногда мы пытаемся и для тех, и для тех пытаться быть полезными и важными, но так не получится, друзья. Нам нужно сделать выбор. Мы на предстоящей неделе будем молиться за семьи. Я думаю, что для вас не секрет, что достаточно плачевная статистика в последнее время, в том числе в христианских семьях. Мы слышим периодически о том, что где-то случился этот грех, где-то кто-то впал в грех измены, кто-то собрался разводиться, кто-то развелся, кто-то ушел из семьи. Это больно слышать. И мы наверняка задаемся вопросами, почему так происходит? И опять же, наверняка есть много ответов, и ответ этот непростой, но я думаю, что главная причина, она одна, потому что эти люди главное в своей жизни поставили на второе, или на третье, или на десятое место, потому что у них в жизни на первом месте не было Бога. Если главное будет главным, я верю, я верю, что во всех сферах нашей жизни будет порядок, если так, как написано в Слове Божьем, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам, если мы будем это делать, я верю, что так будет и в нашей семье, и Бог будет созидать сам наши семьи. Если мы сегодня поставили во главу угла что-то иное, если мы сегодня ищем других ценностей, я понимаю, что дьявол обязательно найдет лазейку, особенно в современном мире, он начнет разрушать, может быть, незаметно, постепенно, но это будет происходить. Я буквально простой пример приведу. Смотрите, если, например, наши дети учатся в школе, я думаю, что большинство родителей, каждый из вас или был, или есть родитель, или кто-то будет, мы находим возможности для того, чтобы посидеть с нашими детьми, позаниматься, проверить, сделал ли он урок, если не понимает, объяснить, и тратим на это порой достаточно много времени. Если нашим детям не нравится, мы найдем средства для того, чтобы как-то побудить его учиться, может, иногда заставить в полном смысле этого слова. И мы не думаем, что это будет, когда наши дети вырастут, они же нас будут потом ненавидеть за то, что мы учили наших детей, заставляли их. Правда же, мы так не думаем. Мы понимаем, что пройдет время, они повзрослеют, и они поймут, что как это ценно для них, и они еще будут благодарны нам за это. Но как больно порой слышать рассуждения христиан, верующих родителей, что, ну, это же выбор моего сына или моей дочери, когда речь заходит о чтении Слова Божьего, или о молитве, или о приближении к Богу. Они говорят, ну, мы же не можем их заставить, у них же тогда, наоборот, будет отторжение к Богу. Они не захотят идти за Богом, они уйдут из церкви. Я вам скажу, что это ложь. Друзья, это ложь дьявола. Никогда не верьте этому. И если вы понимаете, что ребенок повзрослеет и поймет, как ценно и как важно для него была учеба, то неужели вы думаете, что выраст, когда он вырастет, он не поймет, как важно и ценно для него было научиться искать Бога и быть в его присутствии. Это обман, который некоторые сегодня приняли в свою жизнь и думают, ну ничего страшного, он же еще маленький, он ничего не понимает. Я вам скажу, это неправда. Когда ваши дети вырастут, вот что они поймут в детстве, так это точно, что вы считали очень и очень важно учиться хорошо, ну и так себе искать Бога. Они это поймут и запомнят. Но если вы действительно покажете им, насколько вы считаете это важным и ценным, это будет работать в их жизнях. Если вы будете проводить с ними время, ища Бога, учась это делать вместе с ними, молясь, читая Слово Божье, я верю, что это обязательно произведет свой плод, обязательно будет результат и не может быть иначе. Скажите, что важнее, вот искренне и честно ответьте на свой вопрос. Что важнее, попасть в Царство Божие без высшего образования или попасть в ад с высшим образованием или с тремя? Что лучше? Я не призываю вас не учиться, наоборот, я сам имею высшее образование и проработал 10 лет преподавателем. Это правильно учиться, но что важнее, что на первом месте должно быть? Если вы понимаете, что важнее искать Господа, то это и нужно поставить на первое место. Все остальное приложится, поверьте. Если ваши дети будут знать Бога, будут иметь личное взаимоотношение с Ним, поверьте, у них все будет на своем месте. И именно этому нужно учить. Как-то одна сестра недавно поделилась мне свидетельством своим, она говорила, что когда ее мама покаялась, она была небольшая, еще и было немного лет, у нее была еще сестра, и мама начала их везде с собой водить. На служение, на молитвы, на домашние церкви. Она говорила, мне так это не нравилось. И я все время ныло, я говорила, мама, я не хочу, я хочу быть дома. И постоянно, постоянно, но она, не обращая на это внимания, все равно везде водила с собой. Они с сестрой дружили там, в подъезде у них были подружки какие-то, друзья, ходили по соседям, рассказывали, что вот мама такая сякая, пошла в церковь, тягает их с собой. Родители приходили, беседовали с ней, что как это так, посмотри, куда ты попала, там нельзя так с детьми поступать. Но слава Богу, что она никого не послушала и продолжала это делать. И сегодня эти девочки, они выросли, они служат Богу, они вышли замуж за христиан, у них дети христиане, они сами находятся в активном служении в церкви. И она говорит, что я понимаю, что именно это позволило мне остаться с Богом. Потому что когда-то моя мама, она настояла на этом. Я лично знаю, к сожалению, не один пример, когда родители говорили своим детям, ну, ладно, побудь сегодня дома, ничего страшного, можешь не идти со мной на домашнюю церковь, посиди, поучи уроки, ты же уже был утром в служении, а все равно там неинтересно. Я скажу, что, к сожалению, очень многие из этих детей сегодня не в церкви. Их просто нет. Я думаю, что вы сами, проанализировав свою жизнь и своих знакомых, можете найти не один такой пример, как положительный, так и отрицательный. Это работает. Когда-то фараон говорил, идите, идите, совершите служение своему Богу, идите, но детей оставьте. Моисей сказал, нет, мы не пойдем. Если мы пойдем, то только с детьми. Мы, дети наши, мы будем служить Богу. По роду своего служения, я иногда слышу от подростков, где-то, от молодежи, что родители как-то не очень хотят, чтобы я ходил на домашнюю церковь подростковую или молодежную. Они говорят, что там тебя научат хорошему? Я вам хочу сказать, что сделайте все, чтобы ваши дети ходили туда, чтобы они имели друзей христиан, чтобы они имели христианское общение, потому что когда-то станет поздно, когда они найдут себе совершенно других друзей, или еще хуже, может быть, одного, друга или подругу противоположного пола, тогда вообще тяжело будет вытянуть. И пока еще не поздно, сделайте все для того, чтобы действительно ваши дети были с Богом. И речь сегодня не только о детях, о всех нас, дело в нас. Кто мы сегодня? Каково наше сегодня взаимоотношение с нашим Отцом Небесным, с нашим Творцом? Насколько близки мы с Ним? Как мы живем? Какой пример мы показываем окружающим нас, людям? Видя нас, видят ли они в нас Христа? Есть ли у нас что-то большее внутри, чем просто свод правил, по которому мы живем? Есть ли у нас огонь внутри? И когда люди встречают нас, видят ли они в нас что-то большее, чем просто обычного человека, морального? Я понимаю, что когда люди раздикаются, когда они действительно зажигаются для Бога, что-то особенное происходит в них? Я был свидетелем не один раз, когда вот эти люди, которые только-только покаялись, они с собой привели, я смотрю, одного, другого, третьего человека. Потому что люди, которые знали их другими, они видят, что-то произошло, что-то поменялось в нем, что-то действительно произошло, глаза другим светом светятся, какой-то огонь горит внутри. Но не должно ли быть так у всех нас? И если мы христиане уже пять или десять лет, я понимаю, что этот огонь должен разгораться только, но никак не угасать. А получается часто наоборот. Соседи, которые живут с нами уже десять, двадцать лет, они так толком и не знают, в кого мы верим, почему мы верим, в какую церковь мы ходим. Я не говорю про всех. Я понимаю, что есть разные люди, но согласитесь, друзья, что есть такое у нас. порой мы стараемся как-то подстроиться под обстоятельства, не выделяться, не быть каким-то, может быть, где-то, ну, препятствием для кого-то, мы думаем, но на самом деле мы можем быть причиной для спасения. И пускай действительно это будет так. Как мы живем дома? Когда мы приходим домой, что мы делаем? Мы, христиане, собираемся ли мы вместе для молитвы? Когда к нам приходят наши друзья, молимся ли мы? Или мы просто сидим, говорим ни о чем? Когда мы собираемся с семьей, читаем ли мы Библию вместе? Поем ли мы христианские песни? Знают ли наши дети, что вообще это нормально дома, чтобы мы вместе, всей семьей, спели христианскую песню? Или они думают, что это только в церкви можно делать? Читаем ли мы Слово Божие, разбираем ли мы его вместе? Друзья, это простые вещи, которые мы просто должны делать. Я думаю, что, к сожалению, многие этого не делают. А это и есть наша христианская жизнь. Мне на всю жизнь запомнилась, запечатлелась в памяти картина моей бабушки. Мы в детстве жили в деревне до пяти лет. Это совсем детство. И кажется, что там до пяти лет может ребенок запомнить. Я вам скажу, что я очень хорошо помню это время. Я помню, как моя бабушка, она уже плохо ходила, и у нее было излюбленное место такое, у нас было высокое зеркало, перед которым тумбочка такая была. И она на эту тумбочку садилась, надевала такие очки с толстыми линзами, как правило, брала вязание в свои руки. И она вязала, и она пела. Она пела христианские песни. И знаете, что эти песни я помню до сих пор. Казалось бы, прошло уже много лет, но я помню эти песни. Несмотря на то, что я слышал их тогда, когда им было три года, четыре, я их запомнил. И сегодня очень часто в каких-то обстоятельствах жизни именно они вспоминаются мне. И я понимаю, что она сделала что-то очень и очень важное. Она вложила мне вот это понимание ценности поклонения Богу. Я помню, как мы всей семьей, там достаточно много людей жило, все, неважно, сколько было кому лет, мы становились на колени перед сном и мы молились. И да, бывало такое, что маленькие дети засыпали так, родители брали их, перекладывали на постель, ложили. Я вам скажу, что это не так и плохо в таком состоянии заснуть. Это намного лучше, чем мы просто там заставляем наших детей спать, они не хотят, мы стоим над ними. Я не призываю к тому, чтобы мы как-то пренебрежительно относились к молитве, но, друзья, это должно быть в нашей жизни. Если этого нет, большой вопрос к нам. Когда мы приходим домой, что мы делаем? Сразу включаем телевизор или садимся за компьютер, или в планшет, может быть, или в телефон, или газету, или книгу. Что мы делаем? Если так, то что наполняет наше сердце? Это не проходит все просто так. Вы понимаете, что если мы смотрим телевизор, или читаем книгу, или еще что-то делаем, это все остается у нас в сердце, остается в нашей памяти. Это отчасти формирует наше понимание, наше мышление, наше мировоззрение. Если кто-то смотрит новости, я знаю людей, ни одного человека, который говорит, ну, то ж надо знать, что происходит в этом мире. Он посмотрел там один канал, потом другой переключает. Он говорит, ну, там же могут однобоко показать, надо и с той стороны еще посмотреть, чтобы объективно оценивать, что происходит. Говорю, а зачем тебе все это? Ну, как? Я же должен знать, что вообще творится на этой земле, чтобы знать, за что молиться. Говорю, ну, а ты молишься? Ну, правда же? Нет. Нет. И я, чем больше смотрю на людей, которые погрязают, в этом они становятся, ну, в две крайности. Одни становятся такими, какими-то в страхе, съежившимися. Что будет? Какие-то бедствия, катастрофы, войны. Непонятно, что происходит в этом мире, куда катится мир. А другие, наоборот, смотря на все это, они становятся чувствами, привыкают, говорят, а-а, хватает беды. То есть, вышел из подъезда, лежит кто-то на земле, переступил через него. Говорят, а-а, чего не исправишь, все плохо в этом мире. Понимаете, что это не проходит бесследно? Я не говорю, что нам не нужно вообще ничем интересоваться, но какие приоритеты сегодня в нашей жизни? Если кто-то сегодня позволяет себе смотреть сериалы какого-то рода, или смотрит фильмы, вы понимаете, что это тоже проповедь, но только проповедь не Божья. Когда вы смотрите это, я скажу прямо, что дьявол проповедует свою проповедь вам вашу жизнь. И люди, особенно смотря какие-то сериалы, там все построено на одном, или романтические фильмы, они наполняют этим свою жизнь. Они понимают, что вот здесь показано, это же так красиво, так классно, такие взаимоотношения. А какие там взаимоотношения? Как правило, внебрачные, как правило, измена, как правило, добрачные какие-то связи. Но это настолько красиво все преподносится, настолько классно, что кажется, ну вот, вот она, любовь настоящая. Это всего лишь поцелуй, но вот так снимут, там, с такого ракурса, такую музыку включат, что кажется, вот оно, счастье. Ну, это же, это просто обман. Вы понимаете, что это пустое место, это ничто. Если сегодня христиане ведутся на это и наполняют это свою жизнь, я понимаю, что это просто бомба замедленного действия, когда христианин, живя этим, просто столкнется в жизни с похожей ситуацией, он рано или поздно может сорваться и пойти в поисках того счастья, которое он видел на экране. Друзья, мы должны понимать, что не это сегодня должно наполнять нашу жизнь. И если мы понимаем, что сегодня на самом деле ценно, мы должны стремиться к этому. Что такое дружба? Это симпатия, привязанность какая-то. Если нам сегодня симпатичен хоть каким-то образом этот мир и то, что его наполняет, если нам это нравится, друзья, можем ли мы сегодня искренне сказать, что я дружу с Богом? Писание говорит, нет. Если я дружу с миром, я враждую против Бога. А если я дружу с Богом, то я должен враждовать против мира и против тех законов, которые в нем царят. Кто-то, возможно, слушая меня, скажет, ну, это слишком высокая планка. Слишком большую цену нужно заплатить. Но я скажу, второй принцип, первое, о чем мы говорили, что главное должно быть главным. Я скажу второе. Дорогое, как правило, дорого достается. Если мы понимаем, что Божье присутствие в нашей жизни, это весьма и весьма дорого, это драгоценность. Поверьте, нам нужно заплатить за это какую-то цену. Оно не придет, само собой. Мы, возможно, привыкли так вот идти по этой земле потихоньку, в развалочку, думая, что мы так зайдем в Царство Божие. Я скажу, большой вопрос. То, что на самом деле ценно, нам нужно заплатить за это. Если вы хотите ехать на дорогой машине, вы понимаете, что нужно заплатить большую цену за нее. Если жить в хорошей квартире или с хорошим ремонтом, это стоит чего-то. То же самое касается наших взаимоотношений с Богом. Невозможно, не вкладывая ничего в это, иметь близкие взаимоотношения с Богом. Поэтому и написано, приблизьтесь вы к Богу. И тогда Он приблизится к вам. Нужно сделать в своей жизни выбор. Если мы научимся его делать, я верю, что Бог совершит огромную работу в нашей жизни. Вспомните Даниила. Попали в плен все евреи, забрали, увели. И там был не один Даниил. Я понимаю, что там было достаточно много еврейских подростков, которых отобрали. Изаменитых семей, красивых, здоровых. И царь сказал отобрать их для того, чтобы учить, для того, чтобы они могли что-то делать в Халдейском царстве. Но почему-то о них не написано. Написано только о четверых, которые положили в сердце своем не оскверняться от царского стола. Они понимали, что это такое. Поверьте, они понимали, что у них очень простой выбор. Либо я ем, как все, либо меня лишат головы. Если даже надсмотрщик над ними боялся смерти только за то, что они похудеют. Вы понимаете, что было с ними? Если они вообще рабы были. Но они сказали, лучше пусть смерть, но мы не будем оскверняться. Поверьте, что Бог почтил их. И мы читаем их историю, сегодня вдохновляемся их верой. И это не единожды в жизни нужно было сделать выбор. Я понимаю, что вся жизнь Даниила это было сражение за Божье присутствие в своей жизни, за его близость. Мы читаем, чем началась его жизнь. И мы читаем уже на склоне своих лет, когда Даниил уже был стареньким, уже дедушкой был. Во времена царя Дария вышел приказ, нельзя никому другому обращаться, кроме царя. Что Даниил делает? Он идет в внутреннюю комнату, закрывает все двери, тихонько молится Богу, чтобы никто его не видел. Да? Нет. Он идет, открывает окна, как он делал всегда. И он обращается к своему Богу. Потому что он знал, что значит присутствие Божие. Он знал, насколько ценны взаимоотношения с Ним. И он понимал, это то, чем я никогда не пожертвую. Пусть меня бросят в эту яму со львами. Я уже пожил, достаточно, хватит, неважно. Но я не потеряю взаимоотношения с моим Богом. И знаете, что произошло? Бог почтил его. Он оставил его в живых. А тех, кто искал его смерти, не стало на этой земле. Друзья, перед нами сегодня достаточно простой выбор. Иногда нам кажется, что это так сложно. Но на самом деле это очень просто. Просто решить, что для нас сегодня главное. И если мы понимаем, что Бог – это главное в нашей жизни, готовы ли мы заплатить хоть какую-то цену для того, чтобы иметь взаимоотношения с Ним? Готовы ли мы поставить его на первое место? Убрать все то, что неважно, все то, что отделяет нас от Бога, скверняет. И сказать, Господь, проси меня за это. Проси, что я порой так бездумно трачу свое время и забываю, как ценно твое присутствие. Я хочу найти Тебя. Вспомните вот эти моменты, когда, может быть, особенно тяжело вам было в жизни. какие-то стесненные обстоятельства, трудности, именно в эти моменты почему-то так близко Божье присутствие. Мы находим Его, и мы потом говорим, Боже, даже спасибо Тебе за эти проблемы, которые были в моей жизни, потому что я в это время пережил Тебя, я встретился с Тобой, так давно этого не было. Но надо ли ждать этих стесненных обстоятельств? Друзья, мы можем сегодня просто правильно расставить приоритеты в своей жизни и взыскать Творца нашего, сказать, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Возможно, есть в нашей жизни грех. Давайте исповедуем Его, покаемся и пойдем за нашим Отцом. Исайя, 55-я глава, 6-й стих. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Смотрите, что говорит Слово Божие. Даже когда можно найти Его, ищите Его, приложите усилия, и когда Он совсем-совсем близко, даже тогда призывайте Его. Не стойте и думайте, что Бог Сам придет к вам. Вы должны сделать первый шаг. Бог никогда не замедлит и сделает шаг навстречу вам. Но всегда инициатива от нас, от нас. Бог никогда не делает насильно что-то в нашей жизни. Он ожидает, когда мы скажем, Господь, вот я, когда мы приложим усилия. Матфея 11-я глава, 12-й стих, тоже всем известное место Священного Писания написано «От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется и употребляющие усилия восхищают Его». Если мы хотим иметь это в нашей жизни, если мы хотим гореть для Него, хотим, чтобы у нас внутри был этот источник силы, источник огня, чтобы мы были на самом деле горящими христианами, имеющими внутри себя нечто, что видят все окружающие нас, не просто люди, посещающие Церковь Божию в воскресный день, но имеющие внутри себя Бога, нам нужно искать Его, приблизиться к Нему, чтобы Он приблизился к нам. И это нужно делать, это стоит того. Я верю, что у нас на сердце у каждого есть желание быть близким к Нему, иначе бы мы не приходили сюда. Но просит до этого мира, она настолько обкрадывает нас, где-то незаметно мы теряем Божье присутствие. Да не будет этого. Мы будем молиться сейчас. Давайте мы встанем на наши ноги. Я верю, что есть у каждого из нас, что сказать нашему Богу. Возможно, на самом деле кому-то стоит произнести эти слова покаяния, что мы пренебрегали Его присутствием. И давайте взыщем Его сейчас столько, сколько у нас есть на сердце этих молитвенных слов. Давайте принесем к Нему и помолимся. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok